Мы познакомились с двумя способами реализовывать типы данных. С одной стороны, мы реализовывали так называемые перечисления, когда у нас было несколько конструкторов без аргументов, и иногда еще эту конструкцию называют суммой. Вертикальная черта рассматривается как некоторый плюсик. Или то, или другое, или третье у нас в типе данных может лежать. Альтернативный способ — это тип произведения, когда у нас лежит и то, и другое, и третье. Одновременно, ну скажем, в точке point на плоскости в типе данных, у нас лежат два значения типа double одновременно. Можно объединить эти идеи и реализовывать суммы произведений. Давайте посмотрим, откуда такая идея возникает, и каким образом мы можем определять подобные типы данных. Рассмотрим функцию roots, о которой мы теперь назвали roots old, которая находила корни квадратного уравнения. Она принимала у нас три значения типа double коэффициента этого квадратного уравнения и возвращала пару корней. С этой функцией имеется одна проблема. Если дискриминант квадратного уравнения отрицательный, то эта функция возвращает нам не совсем то, что мы ожидали. Вот, например, вызов roots old с такими коэффициентами даст нам отрицательный дискриминант, и мы получим вот такую вот пару значений not a number. Мы бы хотели явно на уровне типов отслеживать эту ситуацию. Для этого мы можем определить тип данных, специальный тип данных roots. Он представляет собой сумму двух возможных вариантов. Второй вариант говорит, что целочисленных корней, вещественных корней у нашего уравнения нет. А первый вариант говорит, что у нас корни имеются, конструктор данных roots, совпадающий по имени с конструктором типа roots. Этот конструктор данных roots имеет два поля типа double, то есть как раз то, что у нас было до этого, пары типа double. Мы говорили, что пары и вот такого вот рода произведения, они изоморфны друг в другу. Вот такой вот тип данных roots. Теперь будет возвращать наша функция roots с маленькой буквы. Мы передаем туда три значения типа double, и возвращаемым значением служит тип roots. То есть это тип пары, вообще говоря, расширенный дополнительным элементом non. Давайте посмотрим, как работать с таким типом данных. Очевидно, нам нужно воспользоваться сопоставлением с образцом. Вот как определена наша функция roots теперь в этом стиле. В нее передаются три аргумента, и дальше мы используем охранные выражения, проверяя значение дискриминанта. Если значение дискриминанта у нас больше нуля, то тогда мы возвращаем пару корней x1 и x2. Нахождение корней x1 и x2 происходит ровно так же, как в предыдущей версии. А в случае, когда у нас дискриминант отрицательный, мы возвращаем значение non, тем самым демонстрируя, что наше уравнение не имеет вещественных корней. Таким образом, мы определили тип данных, который представляет собой сумму двух типов, двух возможных значений. Одно из этих значений является типом произведения, то есть ее конструктор имеет два параметра. Один конструктор двухпараметрический, мы видим это по вызову, другой конструктор не принимает никаких параметров. Теперь нашу функцию roots можно вызывать в назначениях, для которых корни есть вещественные, и эти корни возвращаются нам упакованными в контейнер roots. или в назначениях, в которых корней нет. В назначениях параметров, для которых корней нет. В этом случае у нас возвращается конструктор node. Естественно, что получив ответ в такой форме, мы можем с помощью сопоставления с образцом проинспектировать его структуру. Мы должны, если мы будем обрабатывать тип данных roots, мы должны проинспектировать его структуру и выяснить, есть ли там корни. Тогда мы можем реализовать одну обработку, используя образец вот такого вот типа. И во втором случае получить информацию о том, что корней нет, и каким-то образом обрабатывать эту дополнительную ситуацию. Таким образом, мы на уровне тип организовали некоторую возможность проверки поведения функции.